Ты читал хотя бы одно стихотворение Тома Сойера? Нет. А поэму? Я вообще его не читал. Так, а Дон Кихот, ты читал книги его? Дон Кихот. Книги Дон Кихот. Знакомая, но я не помню. Автор произведения «Отцы и дети». Тючев? Нет? Лермонтов какой-нибудь, нет? Мы сейчас проходим «Войну и мир». А кто написал «Войну и мир»? Пушкин. Да? Да. Пушкин красавчик, да? Да. В каком веке родился Пушкин? А, в 20 веке. Здорово, меня зовут Джек, и это канал Негодяй ТВ. И сейчас я буду задавать вопросы по литературе. Кто ответит на 5 вопросов правильно, тот получит 1000 рублев. Давай встанем вот сюда. Все у нас горит. Как тебя зовут? Маша. Это пранк или что? Никакой пранк. Я задаю вопросы простые. Да, да. Вы на них отвечаете правильно. По-серьезному? По-серьезному. Что такое стоит? Что такое стоит? 150 рублей? 100. Как вас зовут? Таисия. Таисия? Да. Какое красивое имя. Я Жека. Я боюсь, что я не выиграю. Да? Не бойся. Итак, вопросы по литературе. А в какой город почесала Элли с Татошкой? К Гудвину. Какой-нибудь чудесный. Ой, вообще-то... Погоди секунду, братан. Я тебе напоминаю. Девка Элли. У нее псина. Татошка. Они попали в Блудняк. Одна баба ему говорит, идите ищите Гудвина. Он находится в этом-то городе. Чтоб тот выручал. Как-никак волшебник. А домой охота. Они туда пошли. По дороге им попался. Железный. Дровосерок. Да, да, да. Страшило. Пугало такое голимое. Да. И они пошли в город. Так же и называется этот... Эта сказка так же называется, как и этот город. Да, да, я читал. А что за город-то? С Канзарса, который еще там девочка, да, я понял. Гудвин. Что-то за Эмиральдовая тема какая-то. Очки им выдали всем. Говорят, вот, вы аккуратно. В очках ходите по городу, потому что может ослепить вас все вот это сверкающееся хозяйство вокруг. Они очки и надели. А почему? Потому что город был... Солнечный. Я не знаю, город чудес какой-нибудь. Город чудес. Эмиральдовая? Ну да, я не помню, честно. Это камень такой. Изумруд. Ладно, Данька, подскажи быстренько. Изумрудный город. Изумрудный. Изумрудный. Эля с Татошкой. Изумрудный город? Изумрудный. Ты видишь? Ты видишь? Гениально. Это же гениально. Вернемся к этому вопросу позже. Вопрос второй. В каком веке родился Пушкин? В девятнадцатом. Я тебя год не прошу называть. Год можно и забыть. Извини меня. Зачем нам помнить все эти цифры? Согласен? Конечно. Но век... Ну, век-то... В семнадцатом. А. А, в двадцатом веке. Нет, не в двадцатом точно. Я не знаю, в восемнадцатом. В семнадцатом или в восемнадцатом? В семнадцатом. Или в восемнадцатом? Или в восемнадцатом. Тысяча... 800 какие начало сейчас 21 сейчас 21 века до 20 век был 1900 1900 18 век был тысяча девятнадцатый век 19 век 1800 1800 получается ну а пушкин 19 родился именно 19 век 18 какой 18 какой 18 в девятнадцатом нет восемнадцатом в конце восемнадцатого в восемнадцатом переживаешь восемнадцать восемнадцать восемнадцатом почти восемнадцатом 1799 это все-таки еще 18 года но все равно ты сказал не 13 век почему я не сказал ты нас ты не сказал тринадцатый век даже хорошо да прикинь сказал бы 13 это общество было бы стоит конечно не очень интересный вопрос смелый вождь свободного волчьего племени акела из сказки сказка была киплинга а что за сказки киплинг писал волшебные приключения акела краснокожие нет это он волк из сказки киплинга акела белый клык а белый клык кто написал кстати ну-ка быстро да ладно неважно отцового семенов или нет отцового семенов и я такую сказку не знаю есть иногда или не знаю честно не знаю за чувак потерялся про мальчишку-то темненький мальчишка но он лишь труда потерялся на сон нет точно не знаю джунглях маугли маугли какая вы умная девушка из какой сказки маугли маугли не знаешь но в этом нет ничего страшного дать ты не переживай подумай что не помнишь сказку это про маугли а маугли да 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 пропустим кто автор мастера маргарита пушкин а нет достоевский нет другой другой человек тургенев другой мастер маргарита там же где чел убил бабку получать с топором это преступление наказание мастера маргарита дурак блин я не помню честно а варианты какие-нибудь есть я просто не хочу мимо стрелять кого терять мимо мимо стрелять мы сейчас проходим войну и мир кто написал номер пушкин да пушкин красавчик да да а сколько в томов в войне и мир пункт 3 а ты сколько прочитал не только первую чем там уже соображаешь а войне и мир про какую войну пишут извините да не надо я вам так скажу дорогие друзья это мы зная мастер и маргарита не читал я смотрел спектакль который мне не понравился мне тогда было 17 лет и вообще зачем нам в 17 лет в 16 читать мастера маргарита я до сих пор не могу начать читать мастера маргарита я так прочитал начали и не надо не надо говорить о том что сейчас тупая молодежь не надо булгаков булгаков заточен тургенев не силен пушкин что-то с ним автор произведения отцы и дети сидеть и ой читал не про чё там хоть напомни мне стоит год назад уже блок на карантином задавали я уже я навряд ли вспомню нет я не помню не помнишь отцы и дети кто-то и написал до проблема времени поколений который осталось в этом произведении да я писал даже сочинение на эту тему серьезно на на итоговом сочинении по допуску к егэ примерно хоть кто мог такое начерикать там не популярны популярны для для класса девятого так и нет вообще не топовый дядя дописал нет ну для классики хорошо неплохо написано но не особо книжки впечатляют я больше жилья люблю отцы и дети то есть не в курсе ну мне русская литература но не то что не очень не зарубежная больше нравится лермонтов какой-нибудь не какой-нибудь лермонтов или какой-нибудь эссенин есенин точно да есенин а может не есенин ты была ахматова ахматова нет ахматова не могу да поймал я да ахматова точно нет отцы и дети лет не филермонтов не знаю не помню толстой нет аркадий толстой толстой аркадий толстой это не аркадий толстой ты соображаешь ты соображаешь ладно это был тургенев назови хотя бы два произведения василия теркина не назову мафи но хорош реально не это седьмой класс седьмом классе не учился точно одно произведение василия теркина нет не знаю василий теркин блин я в выдающийся писатель вот честно вот я с литературой не очень поэтому хотя бы в какие годы и василий теркин писал в каком веке в прошлом вроде 20 на привале на привале летом это написал другой чел не ладно одно произведение томас сойера я тебя отпускаю не знаю честно не знаю дома сойера они вместе с гэкриберем финном написали очень известный роман который называется ты читал хотя бы одно стихотворение томаса эра нет а поэму я вообще уничтожил так дон кихот ты читал книги его книги дон кихотом а не знакомая не помню его не читал ладно последний чтоб тебя не мучить ты читал хоть какое-нибудь произведение робинзона круза я читал но я я не запоминаю почему-то название но я читал я помню у меня есть книжка какие книги ты его что про что там было ам про гуливера томсуэр томсуэр не писал это сказка красавчик это не писатель василий теркин это персонаж и но ты персонаж твардовского разве не писать василий теркин не писать тебе это персонаж василий теркин это есть произведение ты сейчас да автор и не помню а тебе когда 20 лет исполнится через ровно год отлично то есть днюшка была недавно да так я поздравляю тебя сказочное существо умевшие изготовлять золотые монеты простым ударом копыта а это это которая как она ну господи я знаю антилопа передаю привет всем кто нас смотрит и всех всех поздравляю с этим солнечным днем петербурге маме папе хочу передать привет скажи что им хорошая подписчика как им не их нет моим люди же смотрят мои видосы чего передаем привет хорошая погода 8 ложечку так вы победитель нашего шоу это настоящие настоящие пиньоны ничего себе настоящие шоу в ю тубе победил уже ешь да взяла вопросы легкие но таисия раз вы такая молодец купите мороженое сегодня себе подруги делайте что хотите с этими деньгами это это не мое дело еще одно шоу для другого канала не убегай боишься что ли ты боишься почему вопросов боюсь сейчас будет какие-то будут провокационные провокационные то какие пошлые интимные скабрезные скабрезные не не взяли а бассальные оба сам таких вопросов не будет а че там будет но я предлагаю вам поучаствовать еще в одном шоу у меня много каналов на ю тубе всего два поэтому сейчас вы все переходите с этого канала на мой другой канал который будет в описании он называется еширяев такое название придумали второго канала переходим туда и смотрим на таисию как она участвует в другом шоу но все ребят не получилось поднять бабосиков но все равно спасибо за то что приняли участие в этой движухе что закон она называется негодяй тв я пока деньги спрячь прячь сейчас все быстренько перри что делаем перри что пишу не переходим на второй канал где будет все гораздо веселее чем здесь здесь все было скучно ну чё эти вопросы только вопросы ответы вопросы ответы все больше ничего переходим на мой второй канал и смотрим тут же видос который я выложил параллельно с вот этим видосом почти с теми же участниками которые были в этом видосе сделайте все по красоте пишите здесь хорошие комментарии гадость какую-нибудь которую вы думаете написать не вздумайте писать кто напишет гадость того я найду и что сделаю иди сюда дайте маска же матом и ругаться не надо накажет вас нахожу накажу конечно не пишите всякую гадость люди будьте подобрее будьте немножко и ставьте лада позитивные лайкосов ставьте лайки эти лайки ставьте дизлайки не ставьте что там еще надо сделать колокольчик колокольчик в липасте колокольчик дали спасибо не пропустить следующее видео конечно так все все всем пока